Русские идут, русские идут, они везде. Я видел русских солдат. Привет, я Роман Цымбалюк, корреспондент УНИА на Москве. Как и говорил, как и обещал, рассмотрим последние заявления Путина по поводу вопросов войны и мира на Донбассе. И поможет нам в этом, конечно, в качестве ассистента, спикер МИД РФ Мария Владимировна Захарова. Уж очень у нее сочные цитаты, сочные слова. И, конечно же, перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на мой YouTube канал. Вы знаете, что скоро будет 200 тысяч? А если так, то мы сможем обогнать даже Андрея Карпова с его каналом Вата Шоу. И это было бы очень неплохо. Кстати, кто на него не подписался, подписывайтесь. Позвольте про Украину. Не так давно, но султан Назабев заявил о том, что готов поспособствовать организации вашей встречи с Владимиром Зеленским. Но при этом мы знаем четкую позицию Кремля о том, что встречи ради встречи, они не нужны. Величие России и ее государя сейчас достигло такого уровня, что они готовы встречаться с представителями Украины исключительно для того, чтобы принять капитуляцию. Но возникает вопрос, ребята, вы что там, ку-ку? Почему вы решили, что если еще чуть-чуть подождать, еще чуть-чуть надавить, чуть-чуть там поджечь, там заморозить, то Украина падет к вашим ногам? Ничего подобного. Я когда-то говорил, что вообще-то нашим соседям им по боку фамилия нашего украинского президента. Ну, если, конечно, они его не назначили так, как, например, в оккупированном Крыму или на Донбассе. Но это уже другая история. Это не про независимую Украину. Если речь идет о новой украинской администрации, может быть, все-таки встретиться и поговорить. И в продолжение вопрос о разведении сил на Донбассе. Наконец-то это случилось, сложно, но все же произошло. На ваш взгляд, каковы прогнозы на дальнейшее урегулирование этого конфликта? Возможно ли встреча в нормандском формате? Может быть, в ближайшее время? Может быть, до Нового года? И если уж совсем размечтаться, может быть, до этой встречи вы тет-а-тет встретитесь с Зеленским? Спасибо. Я не сотрудник Офиса президента Украины, и поэтому в данном случае мечтать не намерен. И считаю, что нужно смотреть реально на положение дел. Но какая интересная загогулина. С момента избрания Зеленского российские журналисты, причем из телеканала «Россия-1» почему-то постоянно уговаривают Путина встретиться с нашим президентом. А тот все время не находит ни то времени, ни то желания, ни то. Он просто ждет, когда, так сказать, наша украинская команда будет готова идти на столь необходимые Кремлю уступки. Ребята, не дождетесь. Хотя, понятно, заявления украинских политиков иногда, ну, весьма странные. Возможно, это кремлевских ребят обнадеживает. Первое, что касается инициативы Насабича Назарбаева. Это очень уважаемый человек. У меня с ним очень близкие, дружеские отношения. Он очень опытный политик. Кстати говоря, он долгое время, многие годы жил на Украине. И он хорошо знает эту сторону. И относится к ней с большой симпатией. Нурсултану Абишевичу большой респект, потому что Казахстан под его руководством не признал аннексию Крыма. Не признал кремлевскую версию на событии на Донбассе. Но, правда, Казахстан на международных площадках голосует, как хочет Кремль. Ну, ладно. А этот вопрос в данном случае вынесем за скобки. Но, как говорит Владимир Владимирович, на Украине, но в этой стране. И вот здесь, как бы, у нас самое главное противоречие. Потому что, согласно правилам русского языка, если говорим мы о стране, нужно использовать предлог «вы». А когда они используют предлог «на», мы в конечном итоге оказываемся в этой безумной ситуации, как сейчас. И дело здесь, конечно, не в предлогах. А дело в том, что ребята в Кремле почему-то вдруг, да хотя так было всегда, считают, что мы не являемся независимым государством. А почему-то временно отделились. И эту ситуацию нужно исправить. И поэтому, конечно, вот в таком ключе эти предлоги важны. И все время мне транслируют это свое отношение к Украине. Поэтому ничего здесь, для меня ничего удивительного нет. Но он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями, за морем и телушка-полушка. Но дорог перевоз. Знаете такую русскую пословицу? Вот так вот, не за морем, не за океаном нужно искать счастье, а со своими соседями договариваться. Тоже правильный подход. Если когда-нибудь будет организован всероссийский конкурс на знания пословиц, афоризмов и различных крылатых фраз, которые были произнесены Владимиром Путиным, скорее всего, большая или большая часть из этого массива гениальной информации будет касаться тех случаев, когда Путин размышляет об Украине. И да, во время его потока мысли на тему газового сотрудничества мы узнали такую фразу «сапоги всмятку». Ну, в смысле, бред, чушь, глупость. А теперь вот нужно искать счастье не за морями. И можно с этим согласиться? Единственное, не совсем понятно. Это Назарбаев считает, что нужно договариваться со своими соседями? Или уже Владимир Владимирович? Но вот проблема в том, что мы-то с Казахстаном не соседствуем, к сожалению. Хотя было бы неплохо, наверное, иметь Украино-казахскую границу. А что? Я родился в Казахстане. По-моему, никаких проблем у нас с этой страной не было. И быть не может. Мы прекрасно найдем понимание. Так сказать, достигнем договоренности между Казахстаном и Украиной. Где-нибудь посередине. И там же у нас будет общая граница. Потому что, если Владимир Владимирович говорит, что нужно договариваться с соседями, в смысле с Россией, тогда здесь возникает ключевой вопрос. А что же наши визави? Ну, в частности, сам Владимир Владимирович. Вещи, которые он артикулирует, они никоим образом не говорят о том, что он готов, хотел бы договариваться. Вообще, иногда складывается впечатление, что он считает что-то ниже его достоинства. И это странно. Но дело в том, что сейчас о встрече до нормандского формата речи не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в нормандском формате. Ну, а если же будем встречаться, так чего же нам суетиться и бегать здесь на неподготовленные встречи? Честно говоря, я не знаю, сколько должно пройти еще лет, чтобы начались двухсторонние какие-то контакты на высшем уровне между Украиной и Россией. Потому что всегда будет стоять ключевой вопрос в части территории и их принадлежности. Конечно, если Украина падет, ну, например, будет какой-нибудь молдавский вариант, когда президент Украины, так же, как президент Молдовы, по первому свистку будет приезжать на Красную площадь. Тогда, конечно, ситуация изменится. Но давайте-ка мы этот вариант не спешить рассматривать, потому что, повторяю, в сотый или в миллионный раз нет никаких оснований нам для того, чтобы там сдаваться, капитулировать. Ну и вообще, нужно себя ценить. И видите ли, как он говорит Путин, нужно договариваться с соседями, а сам суетиться не хочет. Я думаю, в этом никто не заинтересован. Ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Так-то мы с ним в контакте, мы же разговариваем по телефону с ним. В полный контакт нас сам есть. Но нам нужно подойти к каким-то решениям. Да, хотелось бы, но тут возникает вопрос, а в чем главная проблема? А, да, опять же, Донбасс и Крым. И с решениями очень и очень тяжело. В принципе, нормандский формат и встреча в нормандском формате возможны. Вообще, кроме нормандского формата, другого механизма-то нет. Поэтому мы, я имею в виду, когда говорю мы, имею в виду Россию. То есть меня и моих коллег, МИД, наши соответствующие службы, мы за его сохранение. Повторяю еще раз, ничего другого нет и не предвидится. Если учесть, что по сути нормандские форматы демонстрируют свое полное бессилие на протяжении последних лет, и нет никаких шансов, что что-то изменится, то, конечно, да, президенты очевидно встретятся, сфотографируются на память и разъедутся. Потому что Путин требует от Зеленского, как перед этим требовал от Порошенко, того, против чего фактически и воевала наша страна. Против того, чтобы в наше государство встраивали кремлевские оккупационные администрации. А здесь, видите ли, не теряют надежду по этому поводу. То, что произведено отведение сил в двух этих точках критических, это хорошо. Мы это приветствуем. Приветствуем как действия украинских властей, так и действия непризнанных республик. Здорово приветствовать действия непризнанных республик, когда эти непризнанные республики, слово «республики» в кавычках, в десяти кавычках, беспрекословно выполняют приказы Путина. И да, как это получается, что Путин и гауляйтеры на Донбассе говорят фактически одними и теми же словами? Наверное, совпадение. Хотя, не думаю. На правду тут же появляются какие-то двусмысленности. Мы видим заявление, например, министр, по-моему, иностранных дел Украины заявил о том, что Украина вообще может отказаться от минских соглашений. Но это как? А мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате? О чем там может идти тогда речь? Я не очень понимаю. Позиция России неизменна. И эта железобетонность демонстрируется уже много лет. А вот к Вадиму Пристайка, конечно, есть вопросы. Потому что о том, что Украина может выйти из минских соглашений, он сказал в интервью изданию BBC Украина. Тут, кто хочет, может найти этот текст. Но, конечно, хочется спросить главного украинского дипломата. Вы там что? Ку-ку? Ну, то есть, он говорит о том, что минские соглашения, они, по сути, не выполняются. Мы никак не можем ни к чему договориться и так далее, и так далее. И если так будет продолжаться, то мы просто возьмем, выйдем и все. И тут у меня уже вопрос к украинскому министру. Но, смотрите, мы понимаем и видим, что на земле ситуация не меняется. Но, как бы там ни было, русские платят за оккупацию. И платят, в том числе, посредством вот этих санкций. А если Украина выходит из минских соглашений, что мы получим? Ничего не изменится. Точно там же будет проходить линия фронта. А санкций не будет. Потому что, да, к этому ржавому гвоздю привязаны санкции. И, понятно, представь, как говорит, что, ну, вообще-то, Запад сам может отменить санкции. Может! Но если повод даст Украина, то это будет, по-моему, совсем по-дебильненькому. И, главное, мы никоим образом не приближаемся к деоккупации территорий. Вообще, конечно, вот сейчас и команда Зеленского, и люди, которых он назначил на ключевые должности, они такие интересные, всякие забрасывают мысли на тему договориться посередине. Хотя проблема, на самом-то деле, в этом конфликте одна и простая. Что в Украине и в России по-разному называют публично происходящее на востоке нашей прекрасной страны. Хотя, да, об оккупированном Донбассе это уже не скажешь. Слушали расшифровки переговоров о Борода? Это первый гауляйтер из Москвы для Донецка с Сурковым, который продолжает координировать оккупированные территории в Кремле. Да? Что они готовили и осуществляли в 2014 году? А люди чем там живут у вас в славном городе? Там работают люди, там заводы, там пароходы, что-нибудь функционирует? Мало что функционирует. Мало что, да? Да, и с каждым днем все меньше и меньше. То есть падает потихоньку все, да? Конечно. То есть скоро это будет зона просто чистой гуманитарной катастрофы, правильно я понимаю? Абсолютно верно. В общем, просто она еще слабо выражена. Просто большой лагерь беженцев, да? Да. Понятно. Понятно. Судиким бодетизмом и всеми полагающимися особенностями и последствиями. Тоже понимаю. Ну вот. Ну вот не наводите, Саш, порядок, вот поэтому так все идет. Ну конечно. Ладно. Экономика же рушится. Когда она вся поставлена на просто чистый рэкет, да? Да, я вижу. Она просто парализуется, абсолютная экономика и движение между, так сказать, населенными пунктами. Поэтому это просто полная задница. Ребята прекрасно знали и действовали абсолютно сознательно. Создавали на частях Донецкой и Луганской областей зону русского мира. Безнадега, нищета, бесправие и комендантский час. Ну зато, конечно же, деды воевали. Это первое. Второе, мы видим заявление официальных лиц о том, что в зону, откуда, вернее, уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и другие вооруженные формирования, и милиция, и нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев ЛНР и ДНР. Ну каких ополченцев? Коллаборантов. И никаких трех букв о оккупационной администрации. Об этом, собственно говоря, мы только что слышали с уст Бородая и Суркова. Но подождите. Отвод сил и средства. О чем это свидетельствует? О том, что уходит тяжелое вооружение. И Владимир Владимирович об этом прямо говорит. А сейчас он высказывает свое недовольство. Точно так же, как Пушилин, этот второй, недоплотницкий. Нужно ли это, если уже войска ушли? Мне кажется, нет. Кажется, нет. Сомневается Владимир Владимирович, но говорит это в таких выражениях, таким тоном, что кажется, что он просто приказывает. А все почему? Потому что его там беспрекословно слушаются. Вот такая вот загогулина. А они здесь продолжают лохматить бабочку. Ну и, наконец, самое важное. И вот на это я бы хотел обратить и ваше внимание, и всех коллег, которые здесь присутствуют. Это абсолютно ключевой вопрос. Мы слышим тоже от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Не об особом статусе, Владимир Владимирович, а об особом порядке местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей. А здесь делают вид, что Украина признает оккупационной администрации. Это называется выдавать свое желание за действительность. А это не одно и то же даже для президента такой большой и сильной страны. Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. Ну, во-первых, не зайдет в тупик, а зашло в тупик. И когда Владимир Владимирович размышляет на тему будущего оккупированного Донбасса, этой процветающей зоны нищеты русского мира, то, конечно же, эту ситуацию нужно смотреть в контексте и в комплексе. А то они здесь делают вид, что у нас, что там, гражданская война, но как-то она всегда таким образом поворачивается, ситуация в данном случае, что везде видны российские не то уши, не то стволы. Да. Ну, нужно обратиться в данном случае к нашей ассистентке. Добрый день, Мария Владимировна, агентство Ассоцией Дед Пресс. Сегодня в интернете появилась информация от Нидерландской объединенной следственной группы о крушении Боинга, о причастности России к катастрофе на востоке Украины. В частности, подтверждается, что повстанцы из ДНР получали непосредственные указания от российских силовиков, ФСБ, ГРУ и Министерства обороны. Как бы вы могли прокомментировать эту информацию? А она на основе чего получена? Следственных действий каких-то? Вопрос в том, каких. Ну, каких-то каких. Они опубликовывают какие-то переговоры и подтверждают. Ну, вот в том-то и дело, понимаете, опубликация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждается. Мы уже это проходили не раз. И фотографии разбирали, и видеофрагменты. То, что Россия игнорирует логику и здравый смысл в ходе своей захватнической политики, это не является секретом. Однако, ну, согласитесь, как бы, когда кто-то упоминает вот эти вот аббревиатуры из трех букв, мы должны помнить и не забывать, как эти аббревиатуры были созданы. А созданы они были огнем и мечом. И вот эта вот история про Боинг. Если задаваться вопросами по поводу, кто сбил самолет, откуда взялся Бук, то почему бы нам не продолжить этот ряд и не задать главный вопрос? А все остальное откуда? Танки, грады. Да, и опять же, российская форма и российская армия в отпуске. А Владимир Владимирович говорит, что давайте об этом говорить вообще не будем. Ну, как бы, ну что, время прошло, давайте-ка выходить из тупика, признавайте оккупационной администрации. Да, сапоги в смятку. Я, конечно, не специалист в этом вопросе, но я никак не могу понять, просто как обыватель, как это может быть так, что значительные части фюзеляжа и деталей, которые формировали самолет, находятся несколько лет в месте, где произошла эта катастрофа. Я не могу это понять. Мы все с вами, так или иначе, являемся либо автомобилистами, либо любителями. Мы прекрасно знаем, когда происходит ДТП, как важны все части, свидетели, фотографии, хотя, может быть, и незначительное ДТП. Мы опять стоим перед дилеммой. Специалист или любитель? Я считаю, что в России работают профессионалы, и в пропаганде тем более. И когда надо, они просто раз и говорят, типа, а нас там нет. Вот опять же, вопрос, почему там остались оболомки? Ну, потому что территория контролируется Российской Федерацией. Ну, вот, собственно, и все. Ведь весь смысл и формула Штайнмайера, которая не несет никакого содержания, является просто инструментом принятия имплементации закона об особом статусе после проведения муниципальных выборов. Там же ничего нет содержательного. Это просто формула, причем такая, которая не в полной мере соответствует, кстати говоря, Минским соглашениям. Но мы пошли на это. Это компромисс с нашей стороны. Мы согласились. Но только бы хоть что-то было, чтобы двигаться вперед. Значит, куда нужна эта формула, если не будет самого закона об особом статусе? Военный аспект тут товарищи забывают и говорят только о политическом. Хотя, ну, мне кажется, они как минимум связаны. Если уж и говорить про особый статус, то нужно четко артикулировать для кого. Вообще-то, Украина нигде, никогда не признавала ни при Порошенко, ни при Зеленском оккупационной администрации. И тот же Пристайка в интервью BBC Украины, о котором я уже вспоминал, он там говорит, что давайте как-то договоримся таким образом, чтобы после выборов вот эти оккупационные администрации, ну, в смысле, не до республики, были расформированы. Потому что в составе Украины не может быть каких-то министерств или глав каких-то, я не знаю, республик. Ну, нет у нас такого. Может быть, в России, пожалуйста, ну, вот, например, господин Трапезников поехал из Донбасса в город Элиста, Калмыкия. Вот для них это применимо. А для нас нет. И об этом нужно говорить, что никаких оккупационных администраций в теле Украины не будет. И да, конечно, когда россияне делают вид, что не понимают позицию Украины, что якобы Украина согласовала эту формулу Штайнмайера с боевиками, ничего подобного. Это называется российская интерпретация событий. Они думают, что все-таки таким образом нашего Зеленского, нашего дорогого президента, все-таки продавят. А я убежден, что нет. Потому что лучше быть президентом Украины, чем президентом Украины в бегах. И история с Януковичем и его вот этой игрой с Кремлем, она, мне кажется, ну, должна быть очень поучительной. Ведь нам формула нужна для имплементации этого закона. И еще очень важное обстоятельство. 31 декабря заканчивается срок действия этого закона об особом статусе Нонбасса. И если он не будет продлен... Вообще-то когда-то европейские партнеры ставили вопрос о том, что и прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным. Не на год, не на два, не на три. И в свое время Порошенко согласился с этим, сказал, да, мы должны это сделать, и мы это сделаем. Так ничего не сделал. Вот 31 истекает срок. Дальше что? Мир полон совпадений. В конце года истекает закон о порядке местного самоуправления для Ордло, а не об особом статусе. И газовый контракт. Так вот, с законом с этим, ну, есть два варианта. Или снова продлят действия вот закона, который у нас есть, или сочинят, напишут новый. Но наши что там, западные партнеры нас чего-то там просили? Подождите. Еще раз, если ситуация обстоит таким образом, что россияне не собираются уходить из Донбасса, то почему мы должны что-то для кого-то принимать? Что мы будем обсуждать в нормандском формате? Что? Это вообще ключевой вопрос. Но в целом хоть что-то, конечно, делается. Вот разведение. В двух местах. Ну, там, вы понимаете, по всей линии надо разводить. Надо развести по всей линии. Так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Вот это точно надо сделать как можно быстрее. Владимир Путин, как никто, знает, что нужно сделать, чтобы не гибли люди. Действительно, нужно вернуть пушки их владельцу. Ну, в смысле, чтобы владелец забрал свое военное имущество. А это значит, пушки нужно забрать за поребри. И в таком случае война завтра закончится. Ну, Владимир Владимирович, по большому-то счету, Ну, на русскоязычных жителей Донецкой и Луганской областей. Ну, наплевать. Да, это, кстати, один из таких примеров, что за русский язык действительно люди страдают. В Киеве нет, потому что там говорят так, как хотят. Но не сходит с ума по поводу статуса языка. А вот в Донецке вот так. На этом все. Читайте Агентство Униан. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Чао. Вот этот синдром сегодня навязывается здоровым людям.